доброго денечка или вечерочка да и просто хорошего настроения с вами как всегда зипа и сегодня на канале геймплейный ролик наверное даже скорее не геймплейный ролик а в общем-то ролик посвященный такой штуки как приложение 3d позирование и кастомизации ног в общем-то любителям фут фетиша я думаю подойдет такая игра но нет на самом деле шутки в сторону действительно очень полезная штука если вы хотите ну например куда-то шуточно пристроить эти ноги тут достаточно большой и очень обширный очень обширный уровень настроек различных ног от мужских и женских и до не знают на краски и покраски ногтей универсальное в общем-то приложение и различным образом художественном стиле можно всячески вот так вот выставить большое количество разных вариантов ног я не думаю что сильно длинный ролик получится ну давайте посмотрим что вообще из себя представляет данное приложение звуков как я понял никаких нету в игре поэтому ну как в игре поэтому будем просто так смотреть можно поменять шероховатости более гладкие сделать и так далее и тому подобное очень и очень и очень все плотненько 3d 6 на и тому подобное уже есть какая-то анимация приложением доступно в steam и прикольно я не думаю что слишком длинный ролик получится поэтому посмотрим ворот камеры и и r от это давайте скроем вот нас есть цвет цвет окружения поменяем на номер демо версии недоступно поняли да главный что за главный а понял столик пункт непонятно с переводом тоже есть некое и кое-какие проблемы поэтому плоские подошвы ты серьезно можно сделать плоскостопие гладкие то что такое а стяжки выступают или нет полная арка понятно вес жирнючий давайте сделаем жирные ноги язык а тут и блин настройки на настройки нажимаю язык что анимация а ну-ка ля 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 прикольно разные позы просто стоит носочках туда интересно да очень много к сожалению настроек недоступно студия видите да очень большие очень большие настройки различные на этом монолизе можно приделать ноги наверно что за лайт версия понятно меня перебросила сразу же в steam поэтому это так поворотный стол можно эту монолизу нахер убрать можно свою картинку загрузить так а давайте сбросим все есть же да тогда кнопка ух ты свет цвет стопы и елки-палки так остановите пожалуйста они они ваться надо надо это сбросить о поворотный стол иди нахрен зеркало это значит и я вот эту вот херню хочу убрать я уберите о спасибо и я думаю что надо выбрать другую анимацию какой-нибудь ну вот допустим да анимацию анимацию ну вот так вот поставим вот давайте посмотрим что по цветам цвет стопы это конечно прикольно цвет кожи я думаю анимацию можно этот типо реалистичный какой то нет готовые например тон насыщенность понятно вариации это что такое понятно ногти природные цвет. Можно покрасить. Блеск тоже. Плохо то, что здесь нет никакой подборки реалистичных цветов. Вот, допустим, я вот сейчас вот тут накосячил, да, вот не знаю, ну, бред какой-то выбрал. Хочу вернуть. Какой-нибудь другой вариант, да? Это, конечно, смешно. О, предустановки. Прикольно. Ну, это больше, знаете, на что? Похоже на какой-то не сильно реалистичный. Странно, потому что... Вернее, очень реалистично, но есть предустановки нереалистичные. Вот про это я хотел сказать. Цвет, окружение, кожа... Кожа. Какой-то ужас. Детали? А что за детали? Что-то меняется, я не вижу. А, да, мелкие-мелкие-мелкие детали. Микродетали еще меньше. Вы еще прикололись? Отпечатки пальцев. Смотрите. Так, любителям фуд-фетиша. Поближе немножко, вот так вот, что вам в экран аж. Морщины. Ну и, соответственно, да, полная арка, гладкий. Плоские подошвы. Это вот про что я уже делал. Вес. Стройные. Так, хорошо. Это теперь убираем. Угу. Это все, что касаемо анимации. Кожа, цвет, окружающая среда и так далее. Как-то я видел, что можно, типа, пальцы там загибать, отгибать. Но, наверное, в демке это недоступно. Ну-то анимация началась. Что за огни? Понятно. Когда, когда появится? 13 июня. Вообще, она вышла в ранний доступ. Я так понимаю. Позер. Вот эта вот штука, которая позер, она позволяет менять вообще расположение, ну, чего-либо. Просто их можно передвинуть ноги, можно согнуть, разогнуть пальцы, поменять позы и так далее, и тому подобное. То есть, можно менять все. К сожалению, в демо на это функция недоступна. Но вот я думаю, что, в принципе, этого будет вам, наверное, достаточно, чтобы подумать, нужна ли вам эта программа, как приложение или нет. И вы увидите, да, что это 0.42, это не окончательная версия. Скорее всего, она находится все еще в разработке или в раннем доступе. По крайней мере, в стиме я не вижу, что было написано ранний доступ. Что в стиме написано, похоже на Dark Souls. Поняли, да? Как выглядит похожая игра на Dark Souls. Ребятки, оцените это видео, как считаете нужным. Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Ну и, конечно же, поделитесь, наверное, с друзьями, фут-фетишистами, этим видео. Да я же не знаю. Все, берегите себя, всем удачи, пока-пока.